Девушки отдыхают Девушки отдыхают А после на ней же и перевернулся Дома, в подъезде и на улице Три бейчанки стали жертвами грабителей Забились в углу бейские оперативники По горячим следам задержали группу подростков Которые незаконно проникли на склад одного из торговых центров Итак, мы начинаем Недалеко от Бейска в Зональном районе Произошла серьезная авария Погибли два человека Известно, что дорожно-транспортное происшествие Случилось в 12-м часу ночи Предварительно установлено Что водитель 54-го года рождения Управляя автомобилем ВАЗ-21-140 При выезде с прилегающей территории Автозаправочной станции Не уступил дорогу и допустил столкновение С автомобилем Toyota Camry В результате ДТП водитель ВАЗа И его пассажир, женщина 52-го года рождения Скончались на месте происшествия Еще до приезда скорой медицинской помощи Водитель иномарки и пассажир Их осмотрели на месте происшествия Но госпитализация им не потребовалась Еще один пассажир автомобиля С телесными повреждениями Был доставлен в Зональную районную больницу В настоящее время по данному факту Проводится проверка И выясняются все обстоятельства Произошедшего Убежал с места аварии Бийский полицейский Разыскивают злоумышленника Который в ночное время угнал шестерку А после на ней же и перевернулся Предварительно установлено Что в ночное время Со двора одного из домов По улице Трофимова Был угнан автомобиль шестой модели Жулик воспользовался тем Что машина не была оборудована сигнализацией Пропажу шестерки Хозяин обнаружил только утром Когда собирался ехать по делам Бийчанин написал заявление в полицию А позже Угнанную Да к тому же перевернутую машину Нашли на обочине В районе улицы Сибирской Судя по всему Злоумышленник не справился с управлением Либо был пьян И совершил ДТП С места происшествия он скрылся По данному факту В полиции возбудили уголовное дело По 166 статье Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия Направленные на поиски злоумышленника Если его найдут То ему грозит срок лишения свободы До пяти лет Слишком много выпил и понеслось Точнее понесся В районе Кирпзавода Сотрудники правоохранительных органов Задержали молодого человека Который, как сообщают очевидцы Разбил стекло автомобиля Зачем? Да он сам не мог объяснить Потому как находился в состоянии алкогольного опьянения Катастрофа у нас Кирпичом разбил стекло Тот, который сидит в машине А в связи с чем он это сделал? Я не поясняю Он даже говорить не может Да Чем именно молодому человеку Не угодила эта иномарка Даже сам подозреваемый ответить не может Известно то, что в половине пятого вечера Молодой человек с кирпичом в руках Подошел к автомобилю И запустил его в боковое стекло При этом брать из салона ничего не стал Очевидцы вызвали полицейских И подозреваемый Сотрудниками патрульно-постовой службы Был задержан В настоящее время По данному факту проводится проверка И решается вопрос о возбуждении уголовного дела Согласился помочь И отправился за решетку В Бейске завершено рассмотрение уголовного дела В отношении инспектора группы По исполнению административного законодательства Отдела ГИБДД Теперь уже бывшего полицейского Суд признал виновным В получении взяток Осужденный сотрудник ГИБДД Обладал должностными полномочиями Вносить в ведомственную автоматизированную систему Сведения об административных правонарушениях И лицах их совершивших А также предоставлять данные сведения По запросу организации Так, в 2016 году Ему достоверно стало известно о том Что один из местных жителей Желает скрыть факт привлечения его К административной ответственности От вышестоящего руководства И в итоге полицейский За свою помощь попросил 45 тысяч рублей За денежное вознаграждение Сотрудник полиции предоставил По месту трудоустройства гражданина Ложные сведения Об отсутствии у него Административных правонарушений В ходе следствия Также была доказана Причастность полицейского Еще к одному аналогичному факту Противоправной деятельности Преступления были выявлены Сотрудниками РЧ Собственной безопасности ГУМВД России По Алтайскому краю Суд принял во внимание Все собранные следствием доказательства И приговорил бывшего сотрудника полиции К шести годам лишения свободы С отбыванием в колонии общего режима Участок 112 мы продолжаем Смотрите далее в программе Дома, в подъезде и на улице Три бейчанки стали жертвами грабителей Забились в углу Бейские оперативники По горячим следам Задержали группу подростков Которые незаконно проникли На склад одного из торговых центров А вместо наличных Использованные памперсы И как жулик довел свою жертву до слез А мы продолжаем Ушел и не вернулся В Бейске уже почти неделю Разыскивают без вести пропавшего мужчину Алексея Ельчининова Последний раз видели 26 октября Ровно в 5 утра он ушел с адреса Улица Пожарского И где он находится сейчас Никто не знает Его приметы на вид 35-38 лет Рост 178 сантиметров Худощавого телосложения Волосы светло-русые Имеются татуировки На правом плече в виде дракона На правом колене кот в сапогах На левом звезда На ступнях сверху надпись Эти ноги целовали девушки Парижа Алексей Ельчининов ушел в пальто Светлой шерстяной кофте Синих джинсах На ногах были черные туфли Если вы знаете или видели этого человека Просьба обратиться в ближайшее отделение полиции Либо позвонить по телефону 39 40 54 Либо 02 Бейские полицейские по горячим следам Задержали группу подростков Которые незаконно проникли на склад Одного из торговых центров Прибывшие на вызов полицейские Обнаружили двух бейчан Которые от испуга Затаились в дальнем углу После осмотра места происшествия Было установлено Что в складское помещение Подростки проникли через окно Которое они разбили кирпичом Рядом находилось Несколько пар новой обуви И верхняя одежда Которую предположительно Юные злоумышленники Планировали похитить Задержанные подростки Уже опрошены И переданы родителям Известно, что старший из них Уже на протяжении нескольких лет Состоит на профилактическом учете Органов внутренних дел Металлоискатели Изобрели в гараж бейчанина Причем в помещение Они попали не через дверь А через вентиляционную отдушину Конечно, предварительно Злоумышленники Разобрали кирпичную кладку Когда обнаружили Все А там сзади ничего нет получается, да? Сзади, да Там подъем в гору Деревья На 10 лет Когда именно было совершено преступление Хозяин сказать не может В своем гараже Он не появлялся почти месяц Несмотря на то, что ворота гаража Оборудованы исправными навесным И врезным замками Ключ от которого есть только у потерпевшего Злоумышленники, тем не менее, нашли вход Они залезли через вентиляционное отверстие Немного разобрав кирпичную кладку Добычей жуликов стали не вещи А провода и цветной металл Так что не исключено, что в гараж Залезли металлодобытчики По данному факту сейчас проводится проверка После будет принято соответствующее Процессуальное решение Дерзкое преступление Совершено в Бийске На пенсионерку напали два молодых человека Причем не на улице А нагло один из налетчиков Вломился в дом Задержать преступника помогли соседи Которые пришли на помощь пострадавшей Тетя лежит, типа издевает Она орет Двое, говорит, не вырвались Жертвой дерзкого преступления Стала 67-летняя Жительница частного сектора Женщина открыла дверь двум незнакомцам Но вместо приветствия Один из них неожиданно брызнул Хозяйке в лицо некой смесью из газового баллончика А после повалил бийчанку на пол И стал избивать ее, требуя выдать Имеющиеся в доме ценности и деньги Испугавшись за свою жизнь Пенсионерка указала грабителю, где лежат наличные И сняла с себя ювелирные изделия И отдала их нападавшему Пока злоумышленник рыскал по дому В поисках других ценностей Женщина успела подойти к окну И позвала на помощь соседей В это время напарник, который был на улице Убежал А вот грабитель тоже хотел скрыться Но его поймали Соседи удерживали нападавшего до приезда полиции Благодаря чему тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам По факту грабежа в полиции возбудили уголовное дело Начальник межмуниципального управления МВД России Бийска Иван Языков Дал распоряжение поощрить граждан Которые оказали содействие в раскрытии данного преступления И еще одна бийчанка на этой неделе стала жертвой грабителя Пути злоумышленника и его жертвы пересеклись В подъезде одного из домов по улице Радищева Возвращаясь из магазина домой Пожилая женщина столкнулась с неизвестным мужчиной Который спускался с верхних этажей Когда они поравнялись Незнакомец рывком выхватил из рук пенсионерки сумку В которой находились продукты, деньги и документы И стремительно выбежал из подъезда Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов Тщательно осмотрели прилегающую местность И недалеко в лесу обнаружили сумку и пустой кошелек потерпевшей Уже через сутки оперативники установили личность 32-летнего бийчанина Который сейчас подозревается в совершении данного грабежа После предъявленных полицейскими доказательств Задержанный написал явку с повинной И признался, что обнаруженные в кошельке 8500 рублей Он потратил на собственные нужды Все остальные вещи выбросил в лесу По данному факту возбуждено уголовное дело Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде А вот следующий грабитель настолько насмешил свою жертву Что женщина, произошедшую с ней историю, до сих пор вспоминает с улыбкой История больше похожа на анекдот Немного жаль, конечно, злоумышленника Хотя так ему и надо Молодой парень, видимо, хотел урвать что-нибудь ценное Но нарывался на детские использованные подгузники Эта комичная история произошла в вечернее время в районе Зеленого Клина Женщина, ни о чем не подозревая, отправилась провожать свою дочь с внуком И заодно решила выбросить мусор Взяла пакет, в котором в том числе находились уже использованные памперсы И пошла до ближайших контейнеров Уже буквально достигнув цели Сзади подлетел молодой человек и выхватил мусорный пакет Женщина пыталась объяснить, что там нет ничего ценного Но, тем не менее, злоумышленник только ускорился Вот интересно, каково было его удивление, когда он заглянул внутрь И вместо желаемого кошелька с наличными увидел там просто бытовые отходы Очень хотелось бы, чтобы эта история для грабителя стала неким уроком Что ж, это все на сегодня Не нарушайте закон, и тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо, увидимся через неделю Пока Все, давай, все, пошел, пошел Давай Счастливо Счастливо Продолжение следует...